Девушки отдыхают Только никому Никому Поставленным И почему же? Почему ты выбрала его? А потому что он в первую очередь думает обо мне, а не о себе Ну вот и все Мы писали честно Остальные, что не честно Знаете, мне не хотелось бы касаться этой темы, но Нам предлагали варианты готовых решений И мы отказались Подождите, что значит вам предлагали вариант решения? Что за оживление? Да Я еще хотел сказать, что в этом году абсолютно новое задание Семь лет я использовал одни и те же задачи Холил их, лелеял Но Все меняется Набрался новый материал Я надеюсь, что вы это оцените По-достоински Я по поводу Контроля работы Насколько я знаю, у вас сегодня Была попытка реабилитироваться Пипец, сдала Прилуцка Алла Евгеньевна пошла вам навстречу Я ей, в принципе, доверяю Но Первый вариант я тоже не могу гонорировать Поэтому оценка будет Среднеаритетическая Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я Здравствуйте, Анечка, можно? Конечно, проходите Ань, я вот тут пришла посмотреть Как да что, в общем Ты не обижайся, но вы ведь квартиру освобождаете? Освобождаем, причем досрочно Ань, ну мне не хочется вот так расставаться Вроде бы нормально жили, общались Ну ты же понимаешь Я все понимаю, поэтому не переживайте Ань, и чтобы вы не думали, что в Москве все такие бессердечные Я хочу вернуть половину суммы за месяц Вы же на две недели меньше прожили Спасибо И вот еще тут я Принесла адрес квартиры Может быть, этот вариант вам подойдет Там немного дороже, но в целом Квартира неплохая и недалеко Да, в общем-то, за цену поторговаться можно Спасибо, но нам уже не нужно Степа нашел квартиру Да? Товарищ майор, разрешите? А, Прохоров, давай, уходи чуть-чуть Товарищ майор, я, конечно, понимаю, что это наглость Но можно ваш телефон? Фоп Как только, значит, ваш подпольный телефон конфисковали Так у вас ломка началась До вечера дотерпеть не можете Товарищ майор, тут немножко другое дело Просто мне очень срочно нужно, потому что Ну мы же в эти выходные съезжаем, а я в увольнение не иду И поэтому все приходится решать телефонным образом А к изводному не хочется обращаться Понятно Ладно Звони, только недолго О, товарищ майор, я все компенсирую Слышь, ты, компенсатор Я не про телефон, я про то, что пара у тебя через 10 минут начинается Компенсирует Вот же придумал, свинтус Да, пока звонить не начал Я Аня там уже сказал, и тебе могу повторить Что если у вас там с квартирой что-то не получится То давайте ко мне переезжайте А что, жену я уже посоветовался Да и с котом Он за Четырьмя лапами и хвостом Василий Кириллович, спасибо, конечно, большое Но вопрос уже решился И самым неожиданным положительным образом Просто дело в том, что у Красильникова родители Они же в Африке там корабли строят А Маринка мамина, она одна осталась И по этому поводу теперь, ну вот, Красильников нам с Барского ключа И жилплощадь отвалил Молодец, Красильников, молодец Сразу видно, чья школа Ты транспорт-то для переезда уже нашел? Товарищ майор, я попробую с Варнавой договориться У него вроде девушка на машине Так отставить Кто такая девушка Варнава? Кто ее знает-то, кроме Варнавы? А машину я тебе найду Товарищ майор, ну у вас же вроде машины нет Ну что? Я что, тебе колеса ради этого случая не найду? У тебя вещей-то много? Не то чтобы Там, ну, коляска, погремушки, обычные родительские скарпы Ну, значит, наши архаровцы справятся Ты уже попросил кого-нибудь? Товарищ майор, ну не хочется как-то Потому что увольнительные же там Некоторых ребят девчонки ждут Слушай, Прохоров, я с тебя балдею Девчонки ждут Подождут А пацаны, они, значит ли, здоровее будут Ладно, давай, иди, звони побыстрее Есть, спасибо Сходит, увол, где? Еще не знаю Надо у Ольки спросить, какие у нас там планы Телефон-то мобильного теперь нет Днем ведь не позвонишь Вот и приходится ждать вечернего дозвона, как мана небесной Ох, парни, чувствую, слягу я в санчастье Почему? Потому как не получаю необходимой дозы смс-ок Мобильный организм на грани истощения А это нормально, сухой Людей в Европе давно-давно уже от компьютерной зависимости лечат А нас пора уже от мобильной А я бы сейчас кого-нибудь другого полечил Взял бы этот мобильничек под названием утюг Приложил бы к уху, чтоб мозги скипели Чтоб потом своими стерильными извилинами думал, что делают Пацаны, сколько можно пилить, а? Я же извинился Ты знаешь русскую поговорку? Из извините Новую сим-карту не сварганишь Не сварганишь Не сварганишь А ты, Колян, эгоист Из-за твоей подруги, которая тебе названила через каждые две минуты Ребята теперь палец сосут Вместо того, чтобы этим пальцем смс-ки писать Или звонить кому-нибудь Блин, ну нет телефона Взводный забрал Что мне теперь сделать? Застрелиться? Пацаны, чего тут разорались, а? Там взводный телефон раздает Никогда мне еще эта фраза так не грела душу Летим, боссман! Вперед! Стоять! Так вот чей-то телефон мне весь мозг вытащил Варнава, если не будешь отключать свой таксофон Будешь его искать долго на улице и под окнами Виноват, товарищ старший лейтенант Дело в том, что здесь кнопка у меня немного заедает И поэтому он не всегда выключает Ничего не знаю, я предупредил Еще раз кнопка западет, телефон западет из окна Выяснил? Так точно Свободен Ковнацкий, ищи свой агрегат Свободен Слушай, Кончар, у меня вопросик к тебе один есть А ты с Прохоровым дружишь? Дружу Только я не понимаю, к чему вы это все клоните А что, не знаешь, что у Прохорова проблема? Никак нет Что его из квартиры выселяют Он переезжает в другую А его в увольнение не отпускают И вся эта проблема свалилась на его жену с маленьким ребенком Нет, то, что Красильников ему квартиру подогнал Это я слышал А то, что он переезжает в увольнение Подождите, а что он даром молчал-то? Да потому что он человек такой Сам бы подошел Выяснил Что да почему Вместо того, чтобы бурлыкать по телефону Ну что ж ты, Кончар Дружнее надо как-то быть, сплоченнее Товарищ майор Разрешите обратиться к курсанту Ковнацкий Обращаюсь к Ковнацкий, что тебе? Товарищ майор, у меня телефон пропал Как это пропал? Вот так вот пропал Я его на тумбочку положил, в туалет пошел Пока то да сё Ну и вернулся, а нигде нет Все обыскал Так Этого нам еще не хватало Закончили разговоры Значит так, Кончар Давай кастрю всех Ой, здравствуйте Кажется, Наталья Владимировна Александровна А вы Алина Да, вы меня помните? Ну конечно помню Это же вы отправляли нас в семейное плавание Да, я вас запомнила Вы были такой красивой парой Ну я надеюсь, мы ею и остались А я вас помню не только по ЗАГСу Я помню вас, когда мы были Как бы соседями Ну когда вы приходили к Валентинам Ну да, было и такое А как ваша семейная жизнь? Замечательно Вот, ждем пополнения Да вы что, очень рада, поздравляю вас Спасибо Ну а вы как поживаете? И я прекрасно Замуж собираюсь Правда? Угу Вот это да Ну и я вас поздравляю Спасибо Прошу прощения за нескромный вопрос Случайно не за Дорохина? Ну что вы Дорохин это... Это уже история Вы меня извините Я просто так спросила Алин Вы нам здорово тогда помогли Да Ну может быть и мы чем-нибудь можем вам помочь Ну что вы Этот крест мы понесем сами Алин Вот моя визитка Там номер телефона Давайте созвонимся, пообщаемся О, маршрутка моя Да, у нас есть очень хорошая тамада Веселая, общительная Главное, деятельная Хорошо, спасибо Очень рада была вас увидеть До свидания Взаимно Внимание Сегодня во время вечернего дозвона В одном из курсантов пропал телефон Курсант Ковнацкий Я Выйти из строя Есть Да номер ты свой помнишь? Так точно Брагин Товарищ мэр Это мама звонит Ну? Недоступно Видимо отключили Это Ижу, понятно, Ковнацкий Видно, опытный человек В тебя его помылил Раз отключил сразу Ладно Значит так Тумбочки и личные вещи К осмотру Боже мой Мечта Мечта любой женщины Муж моет посуду Ну вот за что мне такое счастье? За заслуги перед отечеством Причем То, что я мою посуду Это пыль Я еще и ужин приготовил Товарищ майор Я вам говорила Что я вас люблю Говорили, товарищ капитан Но если скажете еще раз Корона с меня не свалится Я тебя люблю Безумно, безумно, безумно Ну? Что? Что у нас там сегодня на курсах? Что делали будущие мамы? Да ну что мы делали? Все как обычно Нас учили дышать, рожать И готовить психологически мужа К очень важному событию в их жизни А муж как ужин Всегда готов Слушай, знаешь, кого я сегодня встретила? Нет Девушка, которая нас расписывала в ЗАГСе Алина А, помню Сам недавно вспоминал Да? Что это ты вдруг и вспоминал? Да ладно Потом как-нибудь расскажу Ну и что Алина? Алина? Замуж собралась Это я тоже знаю Дорохин рассказал А вот она про Дорохина категорически не хочет слышать А вот он из-за нее переживает что-то очень сильно Вот, переживает Раньше надо было думать, сам виноват Наташка, это в тебе говорит обыкновенная женская солидарность Знаешь, каждый человек может оступиться Главное только, чтобы он вовремя осознал Сделан ошибку Да, и ты думаешь, Дорохин что-то осоздал Я не думаю, я знаю Знаю Знаешь Он из-за нее Так страдает А давай устроим и встречу Ну, дадим ему, так сказать, последний шанс Ой-ой-ой Что? От кого я это слышу? От кого? От человека, который говорил, что на порог Вальку не пустят из-за его шашни Да, говорила, ну и что? Ну, если действительно у людей все очень серьезно Значит, надо им помочь Вот мне, например, показалось, что Алина тоже к нему неравнодушна Только вот это надо сделать так, чтобы мы не занимались водничеством Как-нибудь, не знаю, придумать Как-то неожиданно так Случайно Да? Да Я полностью с тобой солидарна Я безумно, безумно хочу есть Здесь тоже ничего нет, товарищ майор Мы всех проверили, телефона нет Ну что? Никто ничего не хочет сказать? Нет Хорошо Товарищ старший лейтенант Давайте-ка всех на вечернее построение Найдем гаденыша Устрою ему пакет с подключением Прохор Колян, ты что? Ты чего не спишь? Прохор Я вам новый родный телефон принес На общее пользование Не понял Твой телефон, что ли, нашелся? Да он никуда и не терялся Я его просто спрятал А теперь вот принес Вместо того, что Пустников забрал Колян, ну ты идиот Какой же баран так делает-то? Мужики, я не понял Что на рынке, что родился Что орете? Посмотри Ковнацкий телефон свой принес А как он нашелся? Мужики, ну кто там у вас нашелся, а? Да никто и не терялся Он его сам заныкал А потом принес, чтобы сдать нам общее пользование Ну, вместо того Колян А ты реальный баран Ты нас предупредить мог? Между прочим, из-за твоего мобильного Всю роту чуть наизнанку не вывернули Полярник разве что-то только в трусы не заглядывал Мужики Это что ж такое получается? Это мы теперь будем базарить Поворованные мобили Я пас Да, я тоже Колян, ты, конечно, молодец, что подсуетился Но Ну, такие дела так не делаются Блин Просто понимаешь Если нас и с этим мобильником запалят То головы полетят и за воровство И за разговоры А это конец всей роти Ты сам понимаешь Надо было посоветоваться с нами Мужики, блин В чем еще проблема? Ты, Гончар, первый мне голову морочил Где телефон? Да как он потерялся? Вот вам телефон Больше я ничего слышать не хочу О-о-о Не только вечер Но и ночь полна сюрпризов Ну что? Товарищи будущие офицеры Что делать-то будем? Ничего Значит так Телефон Кавнацкого Это телефон Кавнацкого Ну А новый ротный телефон Должен быть новым ротным телефоном Итак, господа Кто хочет разговаривать по мобильному телефону Не только вечером Но и в любое время суток Брагин Да Да Готовьте деньги на кассу Серьезно Давайте, давайте Серьезно Я ничего До утра потерпеть никак Никак Не, серьезно А чего тормозить процесс-то Я не понимаю Мы сегодня соберем деньги С нашего кубрика Да А завтра со всех остальных А в первом же увале Пойдем на рынок И купим новый ротный телефон И забудем про косяк Кавнацкого Давайте Согласен А? Давайте Идем Во время зарядки Ваши тумбочки Вновь были подвержены обыску Внезапная проверка Также не принесла желаемого результата Следовательно Вопрос воровства во взводе Остается открытым Я не знаю Как у вас тут заведено Пока только пытаюсь понять Но в войсках подобные случаи Пресекаются самым строжайшим образом И если виновный не найден Наказываются все Несправедливо Товарищ старший лейтенант Справедливо, Гончар Справедливо Потому что коллектив допустил Заразу в своей среде А если допустил И вовремя не пресек Придется отвечать Коллективная ответственность Слышали про такое? Так точно Вот Кое-кто слышал А кто не слышал Убедится на собственном примере У нас сегодня по плану Марш-бросок на 6 километров Мы пробежим 10 А может быть и все 12 Чтобы у того человека Который Кунул в грязь В зло Было время обдумать свой поступок Логопед Конь педаль Направо Шогом Нет Ну из-за чего так несемся Из-за чего Из-за кого Есть у нас такой один гусь Пацаны вы достали Я же сказал Ну не успел я ротному отдать телефон Да при чем здесь ты Не о тебе речь идет Взвод на вас Гусь Пробежим 15 километров А может быть все 20 Скоротим на ответ Гу-гу-гу-гу Дышим парни Гу-гу-гу-гу Так мужики А ну-ка на 3 секундочки Сюда 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 Так Так Пока стоим Ага Песню будем петь Чего? Ха-ха-ха Шутка Это насчет нового телефона Короче мы вчера кубриком собрались Так Деньгами скинулись А теперь ваша очередь Братцы Кто хочет говорить по новому телефону С боевой подругой Давайте вот сюда в кассу Денюшки Гончар Ну ты нашел место Давайте Чем больше тем лучше Будет этот Стабилизационный фонд Да Давайте Кто еще не сбросил Давай Давай Ну все Гончар Теперь Тебе бежать будет тяжелее Ха-ха-ха Колонну по два Становись Поехали Спасибо братцы Что не на танк Скидываемся Да Вызывали товарищ майор А вызывал Проходи Скажи-ка мне пожалуйста Игорь Владимирович А почему сегодня Наши курсанты Вместо шести Километров Бежали Машброснок Десять километров Откуда это такая Стахановщина Пофизо После вчерашнего инцидента С пропажей телефона Весь взвод был наказан А что Воры нашли Никак нет Но вор бежал Вместе с остальными А ты не думаешь Старший лейтенант Что вор может быть Не из нашей роты И даже не из нашего батальона А Был такой вариант Товарищ майор Но я просил дежурных Никто не входил Так что Наказание вполне справедливо Знаешь что Я тоже как-то наказывал Курсантов за курение Я наказывал И активных И пассивных Но знаю в чем разница Моего воспитания От твоего Честно говоря Не вижу особой разницы А я вижу Потому что я поймал их за руку А у тебя виновного И в помине нет Обижали все И как это называется Это называется Профилактика Профилактика Знаешь что Давай-ка так Впредь свои педагогические решения Ты их прокачивай Через меня Для профилактики И это не просьба Это приказ Есть Да Разрешите товарищ майор Чего ты, Ковнацкий? Телефон нашелся Как это? Вот так вот После марш-броска На тумбочку кто-то подкинул И что все в порядке И деньги на счету есть? Так точно, есть Ладно Свободен пока Есть А вы спрашиваете Почему маш-бросок? Как видите Такие методы Очень помогают А разве все идти? Иди, иди Выходит все-таки Наш Вот взводный у нас Зверюга Лишь надо было Так передувалом Вымытый Что у него И идти не хочется Стопудово У него дед Где-нибудь в НКВД Работал Да А самое хреновое Что вот сейчас Глядя на Постникова Я все больше и больше Начинаю симпатизировать Боткину Анчара, не пугай нас Да я сам в шоке Нет, серьезно Боткин прежде чем нас Он с нами беседы проводил Какие-то так А этот сразу без разговоров Люди разные Цели одни Да И СМСки, между прочим Боткин перед строем Не зачитывал И в телефонных номерах Не шерстил Хватает же у человека время Я удивляюсь Мне будет целый вечер угрохов Чтобы потрошить наш телефон Да, плюс к тому еще и стукач Нет, я понимаю, что его никто за руку не ловил Серьезно Но поймите Все же видно по глазам Глаза, глаза, они же все А знаете, что я подумал, мужики Надо бы нашего взводного Отвлечь от насущных проблем Слишком он уж Нам ее увлекся, правильно? Надо бы его на что-нибудь переключить А где у него переключатель, ты знаешь? А есть проверенная схема Действует безотказно Какая? Был у нас с Иворовском Прапорщик Кантемиров Кличка Философ Мужик отличный Только вот он один раз меня так достал Ну просто капец Я ему придумал одну тему Помнишь, такой? Да, короче Макар попросил нас написать объявление Где был указан реально телефон Кантемирова Потом в Увале Мы по всему городу эти объявления расклеили Ну типа Продается машина Телефон такой-то Спросить Кантемировского Или этот Продается квартира Однокомнатная Спросить Кантемирович Или пропала собака Телефон Спросить Фунтик Мирыч Короче, мы оборжались Когда писали Нет, слушай, это прикольно А что дальше? Да и все Ну его по телефону так достали Что просто крыша съехала Слушайте, а прикольно Вы там В кадетке с педагогами прикалывались С Суворовском С Суворовском Ну что? Будем делать Ну что? Счастливые обладатели Увала Давайте-ка дуйте на построение Вас там взводный ждет Он инструктаж вам приготовил Есть Есть Гончар Ты помнишь, что Прохоров переезжает? Так точно Об уговоре ты не забыл? Ну как можно, товарищ майор Молодец, Гончар Память хорошая Рад стараться Стоять А вот форма одежды плохая Пуговица заикнул Шапку поправил Есть Мы сначала хотели отпраздновать свадьбу в этом кафе Правда, очень уютная Да, уютная А что вам в нем не понравилось? Размер Для ста с лишним человек маловато У вас на свадьбе было сто человек? Да Мы еще больше хотели Ну это так, отдельная история Привет Привет, честной компанией Торел Твоя любимая мелодия Ой, правда Пойдем потанцуем Пойдем С удовольствием Мы вас ненадолго Оставим Ох ты моя Алина, поверь, я не знал, что ты здесь будешь Это все они подстроили, честное слово Но я рад тебя видеть Рад? Да А вот я не рада Ты знаешь почему? Потому что мне все равно больно тебя видеть Алина Я не могу просто так вычеркнуть человека из своей жизни Когда-то ты пришел ко мне на работу И захотел меня проводить И я пошла с тобой не потому, что мне было скучно или одиноко Потому что ты мне очень понравился Я... Я любила один раз в жизни Мне тогда было 19 Но я Очень сильно обожглась И после этого я не испытывала никому Серьезных чувств А ты был исключением Я снова влюбилась Как девчонка Боже мой, как я хотела тебе понравиться Я даже Боба Марли слушала ради тебя А ты обманул меня Я понимаю Прости меня Может быть у нас снова получится Не может Я хочу быть рядом с тем человеком Которому я действительно нужна Прощай По-моему ничего не получилось Да Валь Ты извини, моя, наверное Как-то неправильно поступили Да нет, ребят Это я вас хотел Поблагодарить на самом деле Потому что я сегодня услышал то, что Должен был сам понять еще тогда Ну а теперь, видимо, уже поздно Спасибо Так, ребята А? Значит так Слушаем задачу на сегодня Первое Это купить новый мобильный телефон В рамках указанной суммы Варген, это за тобой А почему я? Ну потому что у тебя у одного Личное такси По безналичному расчету Поездишь, посмотришь Ника, может, что подскажет Она у тебя девка сообразительная Поэтому давай, вот, держи Не знаю, на хорошую мобильную, может, не хватит Но, ну, на обычный разговорник Нормально Ну хорошо, я куплю, какой куплю Там уж не обижайтесь А мы обижаться не будем, Варген Ты нам просто оплачивать В сироте будешь разговоры В сироте? В сироте Во! Задача номер два Восстановить сим-карту Ковнацкий Это на тебе А, как ее восстанавливать? Ты приходишь в салон Говоришь, я потерял телефон Заблокируйте, пожалуйста, мне этот номер И восстановите его Номер восстановить? Легко Значит так, все остальные Действуем по старому утвержденному плану Все, ребят Давайте, пойдемте Ну же я знаю, как это делать Восстанавливать Я тебя даже в аэропорту хотел встретить Даже отца попросил, чтобы он в училище заехал Но нас, как всегда, задержали Не волнуйся, Петр Иванович меня встретил по высшему разряду С цветами у трапа Ну все, все, все И схожу с Линой В следующий раз командировку возьмешь меня со мной Тогда учи немецкий Через две недели лечу в Берлин Провокатор вы, Полина Сергеевна Но вы же знаете, что через две недели у меня сессия Подожди, у меня для тебя кое-что есть Это чтобы тебе не было обидно, что ты со мной не поедешь И этот подарок тебе прямо оттуда Прямо оттуда? На Волынского похож Я так понимаю, это взятка преподавателя Нет, это талисман Надо почесать ему пузик и загадать желание Тогда оно исполнится Животик? Да Хочу, чтобы в следующий раз Полина Сергеевна взяла меня с собой Ага А чтобы это желание исполнилось, надо не животик чесать А звонить Петру Ивановичу Потому что мои командировки, это его компетенция Ну это уже легче Ну что, проходи, пойди Так стоять, Полина Сергеевна У меня одно поручение Ты клей приготовила? Да, только я не понимаю, зачем Полина Сергеевна, ты со мной? Ну конечно А что надо делать? И я тебе по дороге расскажу Для начала нужно поцеловать меня Здорово, Варгин Ну чего, трубку купил? Нет еще? Ну ты смотри, самую лучшую покупаешь Чтоб GPR слетал Для смс-ок надо Ну кому, кому? Как будто ты не знаешь Давай не начинай, а Я тебе что звоню? Я карточку восстановил Молодой человек Обзовите, пожалуйста, Николай Ковнацков И скажите, что к нему Саша пришла Ой, привет, Саша Все, Варгин Я больше не могу говорить Пока Пока, Варгин Кто такой Варгин? Он армянин? Ну, почти Ну А Это тебе Спасибо А я уже думала, раз сразу не подарил Значит, не мне А кому же еще? Мало ли Может быть, торгуешь здесь цветами Свободное от службы время Вот что, мы же опаздываем Куда? На день рождения К моей подруге Зовут ее Маша Это все, что тебе нужно о ней знать Подожди, подожди Мы же хотели с тобой посидеть вместе Ну мы посидим вместе Только не здесь, а на дне рождения Ну, не знают Мы же с ней даже не знакомы Пойдем, пойдем Мы опаздываем Пойдем Там и познакомимся Пойдем Телефон Макс, ты знаешь Я пока летела Все про свадьбу думала Давай не будем никого приглашать Слушай, ну я-то не против Но, ребята Обида будет До генеральских погон Давай уедем куда-нибудь вдвоем На недельку Ну как ты себе это представляешь? Ну это какое? Мне надо Станцевать чечетку В училище Чтобы меня отпустили На целую неделю Да еще к тому же Что у нас новый взводный Цербер в погонах Миссия не выполним Ну хорошо Ну давай Просто не хочется устраивать Вот такое народное гуляние С приглашением половины Москвы Так, Полиня Сергеевна Остаемся в режиме ожидания А что это такое? Я не понимаю Это что, новый способ заработка? Нет-нет-нет У нас в семье зарабатывает Исключительно жена Куда? Я это делаю бесплатно Дай его смотрю Что-то нафис Отдам щенков Кокер с Паниеля Человек попросил Отказать не могу А вот это что? Одинокий мужчина Ищет себе пару? Макс, я требую объяснений Ну это шутка Розыгрыш Чтобы проучить Одного плохого человека Это кого? Пустникова что ли? Вот только не Пустникова А Постникова Хотя это не важно В общем, чем больше Мы объявлений расклеим Тем масштабнее Получится розыгрыш К этому будем до утра клеить Согласен Поэтому мы будем клеить вместе Вот эта сторона твоя А вот эта моя Кто быстрее наклеит С того 50 тысяч поцелуйчиков Ну тогда готовься Будет целовано Открыто проходите Привет Сашка, ты? Да, это мы Раздевайтесь, проходите С днем рождения, Маша Слушайте, обалдеть Хор Александрова Меня еще не поздравлял Маша Коля Очень приятно Мне? Да Спасибо Ну, вы располагайтесь Я пойду букет поставлю Слушай, надо было подарок купить Вот я вчера ей подарила Цветы и тупер приборов Мы пришли, это уже супер Слушай Ну Приступим к сабантую? Да Наливай кавалер О, Машка Вкуснятина Одно условие Я пить не буду Ну ты хоть пригуби Коль Если я пригублю То меня в училище, знаете, как Пригубят На сок тогда Ну что Мы с Сашей хотим выпить За тебя Желаем тебе всего самого лучшего Ну, женихов-то Так В общем, с днем рождения тебя Спасибо Ну, и за знакомство И за знакомство Ура 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 Я на пару сек Давай Вы с Сашкой давно знакомы? Ну, как тебе сказать? Извини Да Алло, Маш Ну, ты не помнишь, что тебе пора? Конечно, помню Через пять минут буду Да Коль, прости Мне надо срочно уйти Сашка Да Что случилось? Андрей звонил Он сейчас к дому подъедет Ну, так тащи его сюда Не могу Он, как всегда, на работе Так что традиционное место встречи машина Ну, ребят Вы тут празднуете Отмечайте, не стесняйтесь Угу Все, пока Пока Может, потанцуем? Что? Вдвоем, что ли? Ну, да А ты танцуешь только в толпе на дискотеке? Я на краю Я живу И разрушаю Вдвоем Я многое Я не знала Я не знала Я не знала Пожалуйста, говори английский Я понял Только хеллоу Ну, поцелуй меня Буду говорить с тобой по-русски Да? Все? Все Я теперь буду говорить с тобой только по-русски Богатырь Гена Дождалась у тебя твоя краснодевица наворочена Но прежде чем поедем мы с тобой кататься по Москвограду На колеснице моей самокатной Покажи же мне мобилу свою новую Вот она моя Трубка ауэрильная Трубка? Так Вот, вот, значит Вот такой вот мобильничек Нормальный? Ну, может, в качестве антиквариата Ничего Да, он тебе хороший выпендрился Нормальный телефон за хорошие деньги Да Сейчас ключу, покажу тебе, что он может И готовить и стирать и крестиком Слушай, что-то он не включается Может, аккумулятор сел? Чем с таким телефоном лучше вообще без него? Что он не включается? Да, и что ты не думаешь? Чего? Ты что, с ума сошла? Чего ты делаешь-то? Это же телефон, а ты тебе не зажигалки Поехали Ни спичек-коробок Если осталось внутри У нас внутри Что-то гореть еще нам Где же Маша вернется? Сегодня же не вернется Мы забыли дорогу в рай Мы забыли, как любили Мы забыли дорогу в рай Да Никого Вот вы, значит, какие, братцы-кролики Пошли в увольнение и забыли все И про друга, и про то, что командир говорил Сань, подожди пять минут Сейчас вещи будем переносить О, ну сколько вас можно ждать, товарищ майор? Гончарь Я? Ты один тут? Никак нет Нас здесь много Красильников, Брагин, Сухомлин И ваш покорный слуга Слушай-ка сюда, покорный слуга И давно вы тут? Минут сорок с лишним А вы в ней смотрели машину, видели? Видели А что же никакая Ахламон из вас Никто не спустился И не сказал, что вы тут Ну а когда бы у вас еще, товарищ майор, за опоздание Добрым словом могли помянуть Жуки Здравствуйте, Василий Кириллович Здравствуй, Ань А я не понял, а что это мои ахламоны тут Прохолождаются Они вкалывать должны Так они и вкалывают Мы только что закончили собирать вещи А вот зачем они вас позвали, я не пойму Мы бы и сами бы справились Да вообще-то меня сюда никто не звал Это я их пригласил А я в качестве, так сказать, премьера Как командир Ну что? Взяли, понесли Товарищ майор, мы с вами справимся Здесь немного А мы понемногу и понесем Бери, бери, бери Держи Че это? Возмещай ущерб Слушай, я не возьму Как не возьмешь? А это не тебе, это всей роте Гелен Ну это хороший телефон, он лучше того, правда Ну, я извиняюсь. Ну, поступила немножко импульсивно. Не надо было мне выкидывать это барахло. Но это правда лучше. Ника, надо поехать и тот подобрать. Ты что? Он тебе и так не включался совершенно. Ты думаешь, что после удара об асфальт он стал лучше работать? Ну, тут не надо было купить такой же, ну... Да где теперь такой же взять? Ты же его, наверное, последний вообще купил. Раритет такой. Они не продаются больше нигде в ближайших ста километрах от Москвы. Ой, Ника, ну этот, ну он стоит, как ноутбук. Ну зачем? Точно надо было еще ноутбук купить, чтобы он не был стыдно перед другими родами. Ты... Ну что? Ну, слушай, ну я же извинилась, правда. Ты же меня прощаешь? Ну скажи, что не прощаешь. Прощаешь? Да. Вот, отличная идея. Давай мы будем сейчас праздновать наше примирение. Поехали? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эх, краса. Да. Хорошо, когда у тебя девушка с квартирой? Хорошо, гончарка, когда у тебя голова на плечах есть, а девушка с квартирой, они приложатся. Скажи-ка мне, Красильников, а ты что, портрет Жукова специально к моему приходу повесил, что ли? Да нет, товарищ мэр, он тут давно уже. Да. А вот на этом самом топчанчике-то Красильников и принял решение стать офицером. Вот так вот лежал, смотрел на портрет Жукова и решил. Да ладно тебе, гончарка. А вы зря смеетесь, товарищ мэр. Примерно так все и было. Спасибо большое, Василий Кириллович. Спасибо тебе, Дима, огромное. Да вообще, ребятам за то, что помогли. А теперь давайте пройдем на кухню, там мама на стол накрыла. Да нет, ну что, Тань, пойдем, вам же надо разбираться. Нет, Василий Кириллович, так не пойдет. За переезд нужно обязательно выпить. Ну, хотя бы чашечку чая и заесть бутербродом. Ну, уговорила. Пойдемте. Пойдем. 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 Гончар, задержись, конечно, секундочку. У меня вопросик к тебе один есть. Ты помнишь эту историю, ну, с телефоном, который пропал, а потом нашелся? Так точно. Так вот, ответь мне, пожалуйста, на вопрос. Успокой ты сердце старого командира. Это не наши? Никак нет. Точно? Абсолютно. Это не наши. А вора мы уже поймали и наказали. Стой, 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 стой. Еще один вопросик есть. А скажи мне, а то, что этот телефон так резко нашелся, это что? Машбросок на вас так подействовал? А, нет, он нашелся до машброска. Просто нас так быстро погнали, что мы не успели вам его предъявить. Ага. Хорошо. Ну, чего стоишь? Иди. Есть. Постников. Не работают твои методы. Воспитатель. Так, сюда немножечко. Сейчас я тебе налью. О, давай, давай, давай. А вон там крупы и специи, можешь пользоваться. Да, спасибо, большое спасибо. А ты, красильник, вместо того, чтобы пальцем показывать, ты лучше бы встал, да уступил место Ларисе Алексеевне. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Ой, Василий Кириллович, что же вы ругаете нашего хозяина квартиры? Пусть мальчик сидит, пьет чай. Пожалуйста. Спасибо. Ну что, я поднимаю эту чашку чая за то, чтобы в этом доме всем жилось хорошо. Никто не болел. Ну, если что, можно было бы обратиться. В общем, за дружбу и новоселье. Как в данном случае, не было бы одного без другого. Ура! Ура! Варнава! Почему не доложился о прибытии? Виноват, товарищ старший лейтенант. Я вот как раз собирался. Варнава, по уставу, ты дол... Алло! Нет, никакую квартиру я не сдаю. А кто вам нужен? Да нет, здесь никакого Паснякеева. Бред какой-то. Товарищ старший лейтенант. Да вижу, что прибыли. Считайте, доложились. Всем привести себя в порядок и приготовиться к завтрашнему дню. Есть, есть. Ну? Давай, Варген, показывай, чего купил. Вот. Ничего себе. Ну, если он за наши бабки... То это муляж. Это Ника нам всем подарила. Слушай, ну ты что, от нее меценасом заразился? Такую трубу и в роту отдавать? Ты лучше себе, знаешь, что забери. Пусть себе заберет. Э-э-э... А свой старенький в роту отдашь. Не, братцы, я уже решил. Это в роту. А старичка я себе оставлю. Все-таки мне его подарил Романенко. Поэтому я его буду с гордостью внукам показывать. Ха-ха-ха. Ха-ха. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы кому? Ха-ха-ха. Да вы, собственно, к себе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова